Наш поезд Москва-Адлер отправится через 5 минут. Уважаемые провожающие, покидаем вагон, покидаем вагон. Пирожки, вода, сок, минералка. Девушка, что, не будем? У меня сейчас с собой, спасибо. Хорошо, обращайтесь, если что. Конечно, конечно. Наш поезд прибыл на конечную станцию Адлер. Пожалуйста, все выходим из вагона, не забываем свои вещи. Спасибо, что пользовались нашими услугами. До свидания. Шляпа гриба. Женщина, едущая, приехавшая в Адлер. Мы нам дачи показалось мало, но мы уехали на море. Короче. Сядь как-то ко мне. Они почему все именно туда? Потому что подбородки видно, 33 штуки. Метр, а я два. Свисает гравитация. Я не имею, я чуть больше. Гравитация, мать ее. Все. Поехали. Приехали. А, приехали. Ну что, всем огромный-огромный привет. Меня зовут Николай. И я рад приветствовать вас у себя на YouTube-канале. Канал про парфюмерию не только. Сегодня с нами женщина, приехавшая в Адлер. И, хочу сказать, продавщица, дефис, кто она называет? Как они называют? Проводница. Проводница-продавщица. И сегодня мы вас позвали, чтобы рассказать вам про классные, летние, морские, свежие, озоновые ароматы. Давай. Как раз фон у нас, вот видите, синенький такой. Фон и всякие люди. Не важно. Ходят, странные наружности. Ладно, мы никого не осуждаем. Мы сами странные и страшные. Мы вообще. Красавица. Не вписывай. Ну что, ты с чем-нибудь знакома? Что здесь стоит на столе? С этим, с этим и вот с этим. Частично, да. А с этим и этим не знакомы. Все все поняли. Все все поняли. Ну что, не будем тянуть. Давайте приступать. Ссылочки, как обычно, вы найдете внизу в описании. Большая часть ароматов представлена, естественно, на сайте профюмерикосметики.ru. Вы находите все студии Я Творю. Поэтому ссылочки на все, на всех и про все вы найдете внизу в описании. Давай начнем с матчасти. У тебя есть в твоей личной коллекции водно-акватическая тема? Пожалуй, нет. Ну, на нет. И сюда нет. Поэтому у меня ее полно. У меня флаконов я так начал перебирать. Половина гардероба вдруг стала водянистой акватической темой. Но я решил взять масс-маркет, люксик, странную нишу. Пипец, какую-то странную нишу. И безумно дорогое, богатое. Все, как мы с вами любим. Я предлагаю начать с первого аромата. Знакомый, незнакомый? Я знаю одного блогера, который постоянно рекламирует этот бренд. Тезорида Ориент, итальянский масс-маркет, стоит 3 копейки. Сейчас представлен у нас в России, в Москве, в частности, практически во всех точках продаж. Начиная от Туаль, Золотой Яблоко и так далее. Представлен на всех маркетплейсах. Мне за рекламу Тезорида Ориент не платят, к сожалению, ничего. Я просто сей душой люблю этот бренд. Люблю их поливачки. Использую их на себя, на тело, на трусишки, на носочки, на шторы. Постирал, допустим, недавно в ванной. Поняла меня? Когда я гуляла 2 часа. Извините. Да, постирал и пахнет прям хорошечно. Аромат под названием Теласа Терапия. В закрытом... В закрытом? В закрытыми глазами все мои друзья, знакомые, очень часто ошибались с градацией данной парфюмерной работы. Потому что все говорили, что пахнет... Кинзо? Нишей. Ну и кинзо. Какой кинзо? Не конкретным? Какой кинзо? Какой кинзо? Не конкретным. А вообще? Я очень поругаю, что я не даю тебе рассказать, выговориться, подумать. А я стесняюсь просто. Потому что люди немножко не понимают о том, что форматы видеоблога, видео на ютюбе не подразумевают долгое молчание. А я подвисаю. И люди очень часто скипают, ну пропускают это видео, либо перематывают, уходят на другое. А моя цель какая? Подцепить за сосочки. Шучу, ладно. Он тут, кстати... Хватит. Он тут записывал видео. Мы про ароматы. Мы про ароматы. Давай, ты лассотерапия. Как тебе? Расскажи мне. Я только что сказала, ты меня перебил. Может быть, это не про нишу? Потому что у нас не все по ту сторону экрана про нишу. В основном большинство про люкс. И вот мы записывали видео про испорчившееся кинзо, как его испортили. Вот по вайбу. Не какой-то конкретный кинзо, а по вайбу это вот... Вот это вот или пар, вот в ту степь, водная тема. Да. Насчет ниши я не знаю, потому что я же не увлекаюсь морской темой. Чем тебе пахнет? Мне опять пахнет стиральным порошком по каким-то... Ну... Кондиционером, стиральным порошком. Вот именно морской темой. Каким-то мускусом. Да. И какими-то, может быть, даже не то, что водорослями, а... Все правильно сказала. Не уводила эту тему. Все правильно, действительно. Все ароматы Тезори Дориент вот в этой бюджетной линейке содержат в своем костяке, в своей основе действительно вот эту вот мускусную базу накачивает из аромата в аромат, но везде мускус обыгран чем-то. И как раз-таки здесь у нас соль, вода, действительно есть водорослишка. И такая водорослишка не свежая, а прям такая вот уже... Немножко, да, забродящая. Слово не знаю, как... Заветрившаяся. Но не нори. Заветрившаяся. Это рыбой не пахнет, это действительно пахнет водой, соленой, где очень-очень много всякой такой растительной шучки. Жидности даже какой-то. Мы уже писали, да, какое-то видео про кораллы, вот это все. Но! За 7 фут рублей? Ну, нормально. Ты огонь! Ну, я не целевая аудитория, поэтому я не могу оценивать огонь-огонь, но пахнуть хорошо, свежо, по-летнему, да. А какая-то зрительница сказала, что ей пахнет эта работа яичным белком. Мне нет. Я читала, но я не поняла. Яичным белком. В общем, это вода, но вода... Вода соленая. Очень соленая. Очень соленая. Не все такое смогут носить, потому что эта композиция действительно странная. Она странная для этого сегмента, почему она мне очень нравится. И чем больше она находится на коже, чем больше она находится на ткани, тем больше соли, тем больше деревяшки. И здесь появляется вот это вот ощущение деревяхи, которую выбросило, понимаешь, на берег. Плавник или плавникник. Ударение непонятное подставить. Поправьте нас, пожалуйста. И вот эта вот коряга, которая лежит под солнцем и на нее жарит солнце. И даже соль выступла из нее. Я понимаю, про что ты говоришь. Вот. Удовольствие за 700 рублей в любом магазине. Нет, это лучше пахнуть этим, чем какой-нибудь... Бракаром. Опять Бракар. Ты постоянно рекланируешь Бракар? Ну, пускай. Слежите с там. Чем какой-то... Чем пахнет... Самому смешно. Чем пахнет какой-то странной нишей. Пахнет странной ты, Зоря. Да, он не странный. Оно странное. Он не странный. Это кондиционер для белья. Морской? Да. Все. Мне нравится. Мне тоже. По 10-балльной шокальности. Учитывая цену, 9. 9. 9. Да. 9. Сумку бросить вместо дезодоранта? Сумку не бросишь. Почему? Мягкий алюминий. В смысле, по... Боится. А, ну, несмотря какая сумка, ну да. Вот, поэтому... Я бы купил такой кондиционер для белья, и у меня, похоже, есть гель для душа с солью. Ну, как бы, мы на море сейчас не все можем поехать, а вот... Поэтому мы делаем видюшки. В душу стоять с таким гелем, что я сказала, ну, в общем... Очень приятно. Да. Сразу скажу, композиция в гель для душа, композиция в туалетной воде и в кондиционере у них немножечко разнятся. Чуть-чуть. Чуть-чуть. То есть вы не получите в кондиционере для белья точно такого же звучания, как в духах. Это невозможно физически и химически сделать. Если отойти от кондиционера, можно отходить от кондиционера. Но ты уже не кашляешь. Это уже большой плюс на эту композицию. Да, да. На качество. Анжелка не кашляет. Анжелка одобряет. Еще, когда на море, вот, идешь с моря и одеваешь на соленое тело одежду. Парел. А потом приходишь, да, и одежда такая, как у нас столица солится, аж бы изнес. Одежда просоленная. Вот это вот такой... Ощущение. Вайб, да, ощущение такое. Ну и плюс деревяшки, да, плавник. 9 из 10. Отлично. Дальше? Угу. Дальше мы переходим немножечко к люксику. Такому мужицкому. На секундочку. Но для меня это абсолютно не мужская работа. Мне кажется, что эта работа вообще, в принципе, унисекс. Дольки кабана. Дольче габбана. Это какая-то лимитка. Это light blue italian love. Per home or the toilet. На секундочку. Не люблю, когда вот эти длинные названия. К старому названию добавили другое название. Потом еще limited edition. Потом еще что-то. Собаки сутулые. Да? Почему тут они? Кошмар. Ну, придумывать всякую. А потом мучить, язык ломать себе. Или выискать эту лимитку, либо еще... Ой... Ну, Италия. Ну, класс. Ну, Италия. Ну, роскошь. Я молчу, закрывая свой свисток, вещайтесь. Не... Что вещайтесь? Чем пахнет? А ты все сказал. Средиземноморьем, апельсиновыми рощами, цитрусами, водой. Здесь, кстати, и соль тоже есть. Я поспорил. Ну, не та, которая вот уже на этом плавнике, а... Благородная. Если говорить полностью, прям, бывает розовая соль, бывает еще какая-то соль. О, что же... Да, мне просто не... Не нервничайте так. Если вы думаете, что я прям так привыкла к камере, это на самом деле нет. Каждый раз, как первый раз. Просто средиземноморьем. Привет. А для меня композиция Italian Love в первую очередь про минеральный грейпфрут. Здесь очень яркая, активная минеральная база, что я под ней подразумеваю, если вы не знаете, это действительно ощущение гальки. Ощущение камней каких-то, либо скал, которые нагрелись на солнце. А, в них волна так. Да. Какая-то сообразительная. Молодец. Вот. И при этом, при всем, здесь вот эта вот жопка-корка грейпфрута. Но приятная, знаешь, не такая вот, не как эфирное масло, а вот просто, как будто ты руки помыл в этой же соленой воде от грейпфрута, понимаешь? Я понимаю, просто когда ты сказала минеральный грейпфрут, как бы как-то объяснить. А вот то, что ты дальше стал говорить, это уже стало более понятно. Какой я молодец. Да вообще. Классно. Очень. Хорошо. Я хотела себе, но не помню, не этот волокон, а какой-то другой. Я вообще к этой всей теме нормально отношусь. Но для меня это лучше, чем обычный. Да. Ну, во-первых, его пересобрали, он пахнет сейчас совершенно не так. И он больше сладкий, а этот вообще... Школа шакальности. Ну, учитывая, ну, 10, наверное. 10 из 10. Потому что бренд любишь, потому что композиция собрана хорошо, ей хочется поливаться и дышать. Парадокс этой композиции, знаешь, какой. Вот скажешь всем нишелюбам, скажешь, что ниша. Скажешь всем люксовикам, скажешь, что люкс. Вообще сюда можно подставить по тому, как это пахнет, всю линейку, скажи мне. Помнишь бренд был, который ушел от Эли Колонь? Прям вот просится, да? Вот эти вот цитрусовые водища. Ну, может быть, мне просто тот бренд меньше нравился. Ну, мне вообще не нравится, я просто тебе говорю. Да, мне тут не нравился. Вот, понравится всем фанатам вот этих вот джумалоны, да, вот эти вот свежие такие вот водички, цитрусовые, приятные. Ну, можно поставить с началькой, конечно, к Hermes, вот этим простым, которым Hermes, не Hermes, а Hermes, а Hermes, а линейка, которая вот именно такая легкая, которая держится 2-3 часа. Ну, да. Цифра? Мы уже сказали 10. 10 из 10. Отлично. Дальше? Давай. Дальше еще один его приятель, но не по сегменту. Будет очень странный бренд, я уже рассказывал, показывал. Это бренд под названием Секелия Аквадисицилия. Это сицилийский крафтовый бренд, нишевый. Галька, мы как раз про гальку говорим. Мы про гальку, мы про вот это все. Очень странный форм-фактор, шишка. Поднимите, пожалуйста, шишку. Вот, это национальное какое-то вот их искусство. Вот эти шишки дарят на свадьбу. Их потом вот так вот подвешивают, и они вот что-то там обозначают. Не спрашивай, я читал, и на этом как бы все закончилось, да. У меня есть все три аромата данного бренда. Это, наверное, второй по крутости аромат, и который можно носить, потому что не все ароматы данного бренда можно, в принципе, носить композицию под названием Никос. Никос Элдет Парфам. Не нюхала ты, по-моему? Синий нет. Я, по-моему, зеленый не нюхала. Это крафт. Ну тут кроме соли вообще больше нет. Это елочками. Просто, ну, елок многие боятся, и кто-то даже... Здесь они очень приятные. Я бы не сказала, что прям здесь елки есть. Не, если они есть, то... Спрей, видишь, какой. Просто бутик Dior отдыхает. Прям обожаю. А как они такого добились в таком странном бренде? Слушайте, интересно. А сколько это стоит? 9000 рублей на рандеву. А стойкость? 5-6. Для такого рода композиции вообще замечательно. Ну, красный я бы не купила. Это там, там, жезь какая-то. А здесь интересно. Ну, как интересно. Интересно в том плане, что сейчас выпускается очень много парфюмерии, которая не должна выпускаться, и которую не знаешь, как бы, зачем она нужна. А это, несмотря на вот этот вот сомнительный флакон. Китчивость. Да. Соль. Море. Ну, вот опять-таки, ты вышел, вышла вот эта пройдетая из пены морской. Я тут. Привет. А, да. Как дела? У меня же есть видео, он прям там выходил. Как дела? Вот где она выходила. Да. Был такой. Мне нравится. Это не нужно люксовикам. Это не нужно тем, кто любит бюджетную парфюмерию. Это, скорее всего, для тех, кто любит странную крафтовую, артизанальную историю. Не согласна. Он странный. Он пахнет йодом, ты понимаешь? Ну, это же лучше, чем йод, который... Но йод не бакаряный. Не бакаряный. Который я, который... И не вернильный. А вот прям то, как пахнут... А я бы сказала, что это понравится тем, кто любил кинзо. Первый был кинзо. Да. И второй, третий. Ну, потому что вся тема именно будет в твою волну. Ну, да. Мы потом перенюхаем это все, конечно же. Единственное, что он, скорее, простоват. Хорошо. Это нужно тому, кто хочет чего-то странного, но не совсем. Но не совсем. И флакон странный, и композиция она, Сибиря, на самом деле. Очень красивая. И мужчине в очередь можно запросто. То есть этим крафты боятся, потому что крафт может задушить, кому-то не понравится. А это не может не понравиться. А чем хороша? Для меня здесь напрочь отсутствуют цитрусы обычные, которые пихают в акватические композиции. Для меня это озоном пахнет. Соленым озоном. Соленый озон. Вот прям в воздух. Чисто в воздух. Без брызг, без всего вот этого. Понимаешь? У меня еще какой-то... Ну, это не про плохое. Какая-то вот именно с блоттера. Из звезд. Минеральность. Из звездка какая-то. Да. Вот про это. Я тебе хотел сказать, если допустите, досказать. Договорить. Что с этим запомнить? Допомнить. Если первый аромат у нас про дерево высушенное, то третий у нас про ракушки, которые вот ты берешь, она высохла. И вот она пахнет еще чуть-чуть животинкой, чуть-чуть кальцием, перламутром и морем соленым. С йодистой ноткой такой. Приятный очень. Мне нравится. Приятно, приятно. Десяти. 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 Согласна? Согласна. Отлично. И красивый флакан. Ну... Дальше? Да. Дальше. Композиция под номером четыре. Очень странный немецкий бренд, который представлен в сетях магазинов Космотека. Это мне задарела моя знакомая подружайка. Наталья, большой тебе привет. Бренд немецкий, крафтовый, нишевый. И композиция... Я не буду его произносить, потому что я его не прочитаю. Я тоже его не могу никогда... Короче, Берлин. Вы видите, Берлин. Я сейчас буду ломать язык. Нафиг оно надо? Шварцлос. 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 Вот. Не сломал язык, боже. Боялся. Все, как на языке. Пять минут позора, и ты специалист. И здесь, собственно, композиция под названием Цейт Гэст. Гаст. Гэст. Гэст интереснее. Цейт Гэст. Призрак Времени. А где-то был еще призрак же. И у тебя он есть тоже какой-то. Это был Патрис Партен. Нет. А у Франциски Бианки разве нету там? Кост. Кто там в доспехах? Там рыцарь. А, все. Ну что? Да, это другая тема. Извините. Цейт Гэст. Сносил. Хорошо. Мне понравилось. Нужен ли мне большой флакон? Конечно, нужен, но я еще подумаю. Да. Коля каждый раз, когда приходит, у него всегда с собой этот тревел. Все четыре воды, все четыре разные. Сначала аромат, потом Коля. Это вот про это. Ну это просто ниша, ниша. Это уже не любой потянет. Да? Да, дорого-богато. Дорого. Не про то, не то, что бренд дорогой, а именно композиция. То есть те, они были попроще для другого сегмента. Каждый раз, когда я нашу эту композицию, она пахнет по-разному. Каждый раз, когда я его спыляю, она пахнет по-разному. То есть это максимально зависящая от погоды, от влажности, от температуры, штука. Тогда он был в другой раз, ты переносил, мне понравился. А сейчас он про грозу какую-то. Он пахнет воздухом в дождь. А в тот раз он был такой плотный, какой-то угрюмый, какой-то такой... Что, дождь пошел? Да. Да? Да. Ну все. Вот прям реально воздух во время дождя. Да? Угу. Ну на самом деле я бы и про плавник здесь вспомнила бы. Но это в данный момент. А вот у меня здесь еще мерещится что-то жасминовое, бело-цветочное. Мне нет. Или сирень, допустим, которая вот дождь бьет, ты открываешь окно, и вот это вот прохладное... Я бы сказала, что здесь какая-то магнолия, которая вот, я бы сказала, если про цветы, или про какую-нибудь водную лилию. Вот здесь есть какая-то цветочная нота. Цветочная штука, да. И она каждый раз звучит по-разному, как к этому веду. Но без индольности. Без. И тут, да. Не белые цветы, к которым мы привыкли, белые цветы, а цветочность какая-то есть. Ну давай будет это магнолия. То есть будет магнолия. Но мы же вадлили. Да. Мы нашли аромат. И цитрусов я здесь... Еще, может быть, какой-то франжипань я бы сюда... Я же говорю, тут есть цветок. Вот он прям просится, но на языке вертится, а сказать не можешь. Да? Угу. Нам нравится. Потому что немножко есть нерольности, прям вот немножко-немножко. А может, операмент ты не смотрел. Но не мыльная нерольность, а вот именно цветочная какая-то. Ну это красиво. 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 Ну это прям вот твой аромат. Какая мизурка маленькая, какой я большой. Ну зато в кармане носить удобно. А то нечего действительно носить. Я бы хотела, потом перехотела. Потом все стали покупать. Был период такой, что прям все ломанулись, покупать именно этот аромат. Цвет Гест? Ну не помню. Номер какой? А тут нет номера. А раньше же нет. Там, наверное, все побежали покупать аромат про манго. Я не помню, какой-то с номером каким-то был. Короче, не помню. Прям вот был целый прям... Я думаю, что мне все-таки надо. Ну в итоге нет. Цвет Гест. Класс. Хороший. Прям открытое окно во время дождя. В жаркую московскую погоду. А там шпарит, молния. Класс. Поставлю 10 тоже. Ну опять-таки тут надо учитывать цену. Ну не любой. Полтинник 12. На рандеву со скидкой. Не любой человек сможет купить за такую цену. Ну не любой. Поэтому как бы я не могу 10 ставить. Минус этой композиции. Какой она громка с блоттера. И она громка первый час. А потом тихо-тихо просветила? Все зависит от того, как вы нанесете этот аромат и сколько. Вот. Мне нормально. Я в один прием усасываю одну третью пробника, мизурки. Поэтому мне все устраивает. Но так композиция очень хорошая. Мне нравится. Мне тоже нравится. Переслушаем. Ну то, что она каждый раз разная. Мне вот это. Я не люблю. Такие вот истории. Я не люблю, когда аромат нужно носить в какой-то там день. В какую-то определенную луну. Вот там вот Шанель 22. Там еще что у нас такое есть из ароматов. Тебя вообще-то никто не спрашивал. Когда создавали этот аромат. У Николая есть вот этот с ромашкой на картинке. Как он называется это? Господи. Знаешь. Мы последний раз, когда ездили, он с края стоит на столе. Ты сравнил с ним какой-то другой аромат. Все. Короче, его носят только весной. Когда вот... Великий Шато? Нет. Проехали. Викенд Армандии? Да. Какой ромашкой. Там на картинке, не важно. Я тебе покажу. На сэмпле там ромашка. Почему-то. Да. Вот его не нужно, а... Он подходит только на какое-то определенное время года. Я не люблю такое. У меня нужно так, чтобы аромат стоял. Я вслепую достала, обшипнулась. И он мне всегда нравится. Никас. Ну, прям Никас. Ну, честное слово. Ну, что? Роскошь Ботиков входит... Воходит... Воходит в чат. У нас здесь будет... Шипрес Пантеллерия. Шипрес Пантеллерия. Это у нас что-то там связанное с Италией. Какой-то остров. Вот это все. Там целая линейка ароматов. Хотел этот аромат. Получил ли я от него удовольствие? Получил. Расстроил ли меня чем-то? Чуть-чуть расстроил. Стоит ли это своих денег по той цене, за которую я его приобрел? Может быть, да. Сотку за 10 тысяч? Да. Ну, ты же знаешь, что ты рекламируешь цену, а потом люди заходят, а там бац, уже другая цена. Ну, пускай они не гаднует. Мне фиолетово, честно. Честно. Ну, правда. Говори как есть. Тебя никто не сдерживает в твоих высказываниях. Чем он? Потому что он дорогой. Он не пахнет на свои деньги, я с тобой согласен. И мне он пахнет сразу. Он мне пахнет похуже, чем все остальные, которые мы слушали. Ну, вот как-то вот так. Пожалуйста, говори. Хотя я очень хорошо отношусь к бренду и хотела что-то из этой линейки. Нравится форм-фактор. Ну, мне нравится квадратный флакон и без всяких там лишних деталей. Ну, как-то вот ничего из бренда я так и не захотела. Чем тебе пахнет? Вот ты только что говорил про какой-то аромат, то руки помыли, в какой-то цитрусовой воде. Нет, вот эта вот какая-то цитрусовая вода. Ну, не там этот колонь, как он, 47, который 4 цифры-то. Это 11, да? Вот оно могло бы так пахнуть. Не могло. Там лучше? А у него здесь, ты понимаешь, замес, дорогой. Композиция может не самое сложное для восприятия. Она, наверное, одна из самых простых за сегодняшний день, которая вот здесь вот есть. Она собрана просто, но ты не забывай о том, что это люкс. И для кого он делается? Он не для ниши и любовь делается. Он делается для людей, у которых есть бабки, и кто хочет пахнуть просто приятно. Приятненько. Как мы из арка записывали. Вот я бы поставила рядом с арка. Ну, я бы поставила. Но он ничего не цепляет. Здесь действительно есть кипарис, но он мимо проходил. Чуть-чуть ее еловые иголочки, еловые эссенции. По большей части эта композиция действительно про амбраксан. Про амбраксан, который дает ощущение скал соленых. Соленые скалы, морской воздух, морская вода. Тут также есть соль. Также есть какой-то цветочный нюанс, акцент. Но это делается для человека, который с утра встает, брызгается армами, к обеду брызгается другим армами. Я понимаю, к чему ты ведешь. У меня вот есть тоже аромат, про который я говорила в одном из обзоров, что да, на завтрак выйти. Но, когда мы говорим про люкс, это для людей, которые пришли в магазин, пшикнулись, им понравилось, пошли отдали деньги. Здесь зацепиться не за что, чтобы донести до кассы. Я вот про это говорю. Но лично мне. То, что это дорого, богато, престижно, я понимаю. И то, что это могут люди купить с большими деньгами, да, пришел, пальцем показал. Я просто видела такие моменты в магазине, когда пришли, несколько флаконов, там вот этот вот, подвеселых миллилитров. Да, им сгрузили это все там. Я даже не знаю, насколько тысяч это было или там. Ну, в общем, они не вслушиваются. Здесь просто носу не застыть. Если там и цитрусы, там и чистота, там флакон, да. А здесь... Ну, воздух и воздух. Просто пахнет. Ну, вода и вода. Просто приятная водичка. Тут именно вода от чего-то, из-под чего-то. Рубил кипарисы. Помыл руки где-то, в чем-то. Вот. Хорошо. Ну, хорошо. Ну, как хорошо. Дорого. Надо ли оно или нет, нужно прислушивать. Это не та композиция, которую нужно брать слепую. Ну, мне нравится просто. То, что у тебя это есть и то, что стоит на полочке. Да. Вот. Почему? За такие деньги, за которые ты купил. Не скрываю. Кому-то говорить, девочки, надо, и покупаем. Нет, не скажешь. Ну, я не говорю. Ну, я не говорю. Я другую буду говорить. Берем, покупаем. Вот. Ну, что? Я поставлю пять. Ну, да. Пять. Чтобы из любви к бренду. Хочу ирис у них. Ирис Пантенери. Я, наверное, не слушала. Я, наверное, не слушала. Ирис хочу. Он там не пудрый, он зеленый. Какой Николаев. Легенький, приятненький. Ну, не знаешь и не знаешь, что могу сказать. Извините. Ну, что, давай пока мы не пошли на ужин покупать куру-гриль и колбасу с сыром и переслушаем все. Первая композиция. Ты Зори Дориен. Ветеральный порошок морской. Чистый, морской, мускусный, приятный, опрятный, древесный. Соленый. Да. Определение такое хорошее, опрятное. Под белую рубашку, под белую футболку. На море, ну, можно на море как раз от морской. В принципе, вот я сейчас, возможно, скажу грубость, и меня кто-то закидает тапком. Вот они на одной плоскости. Хорошо, что это не я сказала. Плоскости находят. Согласен? Да. Потому как это собрано. Да. Вот они находятся на одной вот этой вот ступени развития. Как-то даже обидно за бренд. Обидно. Не то, чтобы опустить хочется, нет. А именно обидно за бренд. Так же, как в прошлый раз была обидная. Штампуется просто, чтобы была новинка. Да. Просто, чтобы была. Разбавили какую... Именно разбавили. Ну... Ёлки. Согласна? Я согласна. Ну, короче, мы похвалили Тезурик и уже хорошечно. Дальше идем. Дольче Габбана. Господи, как это круто. Вот эта вот минеральная структура, она помогает грейпфрутовой корке жить долго. Понимаешь, в чем парадокс? Она помогает долго жить. Она помогает шлифить. Она не растворяется, никуда и не уходит. Вот эта вот ужасную, люксовую, мужицкую базу, которая, как у всех. Но он не мужицкий. Он стопроцентнейший не секс. Он не сладкий. И он даже по возрасту нельзя сказать, что он там больше для молодых парней, там, или для молодых девочек. У него нет возраста, у него нет пола. Нет гендерности, да, и нет... Очень круто. С этим можно изменить эрмесу. Запросто. Запросто. Я не спорю. У меня нет эрмесов, но у меня есть габбаны. Дольчи. Дальше. Секелия Никас. Ой, какая она смешная. Она позитивная. Знаешь, почему стал позитивный? Чувствуешь зелень, которая появилась в этом аромате? Я слышу какой-то... Я слышу дыню. Реально. Я тебя подведу. Я тебя подведу. Есть ощущение такое же, как еще в одном французском нишевом бренде под названием Figa Audi. Figa Audi. Я пытаюсь... Maison & Sense, Алёна. Да, нет. И там парник. Ощущение влажного воздуха в парнике с жопками помидоров. Ну, здесь без помидоров, но вот именно вот эта вот... Прелость. Прелость. Ну, опять-таки, красивая прелость. Красивая прелость. Мы тут вам про красивую прелость. Чувствуешь? Да. Я поняла, про что ты. То есть он не диффузный будет. Они же тоже не диффузные. Сколько нальешь на себя? Да? Очень странный эффект такой. Он мне этим и понравился. Ну, я хорошо... И дым, получается, можно сюда придерживать какой-то. Можно. Ну, то есть все, что вот скажет тебе какой-то человек рядом стоящий, ты начинаешь это все... Это настроение мозг так устроен. Когда тебе говорят, ты начинаешь слышать то, что ты до этого не слышал. Знаешь, чем мне это пахнет? Вот сейчас скажу, ты сам согласишься, либо нет. Ты любишь Грецию, я знаю. Я люблю Кипр. Любил раньше. Визу вели собаки, понимаешь, сейчас? Представляешь? Визу. На Кипр. Алло. Не поет больше никогда. Они же лишатся, опять-таки, с такого притока. Не проеду. Не поеду, не поеду. Вот. А еще есть такси 100 евро стоило с этого в те годы. Ужас. Первый мой полет на Кипр, я сейчас скажу, у меня прилетел, и был дождь. И вот это испарение, которое идет от жары. Ну, ты знаешь, да, вот эти вот греческие городочки, где вообще на километр нет ни одного магазина, ничего. Надо пешкодрапом идти по этим вот аллеям, и ты вот идешь, испарение. Из вода. А рядом растут цитрусовые эти вот... Опять-таки, здесь цитрусов мало. Деревья. И чтобы вот понять... Я сейчас хотел докончить мысль. Да. Докончить мысль немножко. Алло. Нады. Подожди. И ты же знаешь о том, что, допустим, на Кипре земля просто так не стоит. Она всегда используется для чего-то, чтобы выращивать. Помидоры, огурцы. Там же огромные плантации. И ты вот идешь, растут вот эти вот деревья вокруг этой аллеи, и тебя прям с поля в воздуху вот этих вот томатов обдают. Обдают. Офигенное ощущение. Вот что-то такое. Вот здесь вот прям есть помидорная темка. Парниковый эффект есть. Да, есть. Ну, а я люблю, да, вот эти вот всякие проботву ароматы. Здесь реально прям вот рассертывались так, как такового нет. Нет, ощущение. А вот испарение из парников, да, есть такое. Класс. Как это все-таки душность есть вот за счет вот этого испарения, чтобы передать вайп аромата. Да. То есть, если, допустим, фига, которая у нас фиолетовая, она вот именно фиолетовый аромат, ну, аромат фиолетовый имеет аромат, цвет. Та, которая с туберозой, она, соответственно, зеленая, а это вот парник голубой прям реально. Прикольно. А при том, что вот этот, ты ни у кого не встретишь такого почти. Только у Николая. Ну, в смысле, если... Ну, это понятно. Ну, хорошо. Хорошо, слушай. Давай дальше. Я прям боялась, что какая-то хтонь будет после красного. Я тебе зеленую принесу. Офигеешь. Да. Ну, это сразу... Вот если бы не было видно коробочки, сразу крафт. Или крафт, ниша, вот. Ну, то есть, это... Это так странно. Ну, странно, не противно. Нет. Тут нет никаких ненужных нот, всяких там удов или еще чего-то. Не, может быть, кстати, он там и есть, я не знаю. Но нету того, что бы не понравилось в аромате, что бы от него отвернулось. Цветов в пирамиде точно нет. Нет, мне кажется, вообще. Вот оно пахнет. А про что тогда он? Про... Соль, мускус и водоросли. Да. Соль, мускус и водоросли. Все. Сейчас пойдем за этими насушенными. Здорово. Класс. Короллы прям. Класс. Ну, это опять-таки не бежать с ним покупать. Ну, хороший, добротный. Попробуйте. Попробуйте. Попробуйте ради интереса. Потому что уже столько всякой парфюмерии, что не знаешь уже, что нового попробовать. А нового, к сожалению, очень мало выходит. Очень мало. Интересного мало выходит. А это интересно. Ну, давай, зафукай уже Армани и пойдем. Пирожки бележи есть. Девочки, вы у меня упали, девочки. Как дела, девочки? Омывайка. Ну, в смысле, не омывайка для стекол машины, а вот вода из-под чего-то. В бане. Ну, значит, в бане, ты... Каждый ролик у нас в бане. Не про баню. Хотя, в лесу, если баня стоит, то может быть. А ему не подходит. Вообще не подходит вот этот вот нейминг про Италию, про побережье. Для меня это не так, Нашка. Для Италии, для побережья. Дешево. Я не люблю это слово. Я не могу сказать, что дешево. Ну, просто это такой бренд, это ботиковая линейка. И думаю, что там что-то такое. Но они же не могут сделать вот как здесь. Это же никто покупать не будет. У них же есть свои цели в аудит. Ну, то скажи, что не так. Ну, не знаю. Я уже сказала выше, что... Там половина ароматов Армани Приве. Это либо удятина-мудятина для Востока. Либо цветы Юзу, пионы, магнолии, розы, ирисы вот эти. И они все тоже разбавленные. Да. Ну, а что ты хочешь тогда от бренда? Ну, что ты хочешь? Ну, что ты сказала дядьке Армани? Уже ничего не скажу. Уже ничего не скажу. Просто обидно. Скажу только за 10 тысяч нормально. За 10 тысяч нормально. Сотка. Чтобы поставить себе люксовый такой... Бутиковый. Бутиковый аромат. У меня крышка пластиковая смущает здесь. Такие деньги. Ну, это же как бы камушек. Ну, металл-то могли добавить? Ну, камни, металлический камень, ну, как-то... Ну, не знаю. Ну, это же мои придирки. Как булочничек, а шалька. Он приятный, он понятный, он понравится большинству. Но если вы затянуты в дебри нишевой парфюмерии, он немножечко может вас огорчить. Вот люксовикам железно. Вот всем люксовикам. Вот кто любит люкс? Хороший, добротный, понятный. Это вот для них. Искать в приватном бренде Армании что-то золотое. Скажем так, люксовик здесь не разочаруется. А нишевик, да, очень. Нишевик, да. Вот такая вот история. Вот такая вот вечериночка у нас сегодня с вами. Ну что, пойдемте кушать беляши, куру гриль и вот это все. Если у вас с каким-то ароматом уже знакомы, напишите пару строк. Будет интересно почитать. А мы увидимся совсем-совсем скоро. С вами была... Я. И я. И мы откланиваемся. Все? Что там к моему слову прицепились? Выключаем? Ну, не знаю, выключаем. Давай еще раз. Все? 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 Да. Куда ты? Куда? 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 А, ну, в смысле, ближе к своей сумке, извините. Четыре какая? Извините. Все. Я хочу пшипнуться. Уезжаем. Пока. Я хочу пшипнуться.